От капитана полиции до преподавателя в Чапаевске полным ходом идет вакцинация населения, в том числе в мобильных пунктах. Любовь Ашихмина, учитель Чапаевской школы искусств. Делится скоро новый учебный год и нужно идти в него, не боясь атак вирусов. Хоть и болела не так давно, твердо следует лично выработанной схеме. Лучше прививаться, чем болеть. Облегчит, наверное, симптомы, потому что, когда я болела, это я никому даже не пожелаю. Это очень тяжело. Заболевших становится все больше. По последним данным Роспотребнадзора число инфицированных за неделю увеличилось на треть. Причем инфекция уже не та, что была год назад. Все чаще болеют молодежь и даже дети. У нового штамма контагиозность в разы выше, а развитие симптомов быстрое. Поэтому коллективный иммунитет сегодня в регионе задача номер один. Я раньше делала прививки от гриппа, они помогали. Я думаю, такая же вакцина и от этого. Слушаю, что к сентябрю надо обязательно привиться, делать передачу врач. И он популярно объяснил, и как бы на основании этого я решила сделать прививку. Чтобы как можно больше людей смогли защитить здоровье от новой инфекции, подключают мобильные пункты вакцинации. Например, в Чапаевске новость о том, где будет размещен комплекс завтра и ближайшие дни, регулярно публикуется на сайте больницы и в городских пабликах. Это самый популярный вариант, признаются в местной ЦГБ. Желание людей привиться именно на мобильном комплексе, на своей территории, мы отслеживаем. Есть возможность у людей позвонить как мне лично, так через приемную, вплоть до участкового врача. Вся эта информация у нас собирается, анализируется. Исходя из этого, как раз и формируется график движения мобильного комплекса. Удобно это тем, что не нужно идти отдельно в поликлинику. То есть и приближено к территории проживания. Записаться заранее не нужно. Прививки делают в порядке живой очереди. Медики напоминают, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию все равно после прививки будет необходима. Но она гарантированно не даст развиться болезни до тяжелых осложнений. На сегодняшний день только в Чапаевске прошли вакцинацию порядка 17 тысяч человек. По всей Самарской области привились первым компонентом 822 тысячи человек. В свыше 633 тысяч из них вакцинацию полностью завершили. Кульфия Сафина, События.